Зданию Тверского академического театра драмы исполнилось 70 лет. Его построили по проекту архитекторов Максимова и Кухтенкова. И оно сразу же стало достопримечательностью. О секретах здания театра узнала Наталья Чекет. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году старое здание театра при бомбардировке было фактически разрушено. После окончания войны его решили не восстанавливать. А на его месте возвести новое здание по проекту Максимова и Кухтенкова. Так, история здания одной из визитных карточек областной столицы началась в 1951 году. Переезд театра был приурочен к десятилетию освобождения Калинина. Поэтому здесь было торжественное заседание в этот день. На сцене выступали представители власти, представители театра. Шло представление, я не знаю, правда, какой спектакль, но в общем, все было очень торжественно и значимо. Архитекторы, которые работали над проектом, создали зрительный зал на тысячу мест. Также они спроектировали концертный зал на 400 мест. Сейчас эта часть относится к филармонии. Также Максимов и Кухтенков разработали проект театральной площади и перенесли вход в театр. Раньше он находился со стороны улицы Советской. Удивительно то, что вот на этих колоннах, которые венчают у нас центральный вход в театр, должны были быть скульптуры на театральные темы. Здесь работали еще, помимо архитекторов, еще два скульптора. И говорят, что эскизы, я не видела их никогда, что это были очень интересные эскизы. Были ли они на самом деле воплощены? Не знаю, таких исторических данных просто у нас как бы нет. Здание театра – сложная конструкция. Как рассказывает народная артистка России Ирина Адрианова, что в один из ремонтов в 70-е годы из фундамента театра вытащили огромные камни. Выбросили огромное количество бутылок, которые были уложены. Да, шутили, что вот зачем-то тут так хранится очень много бутылок. Оказалось, что это все для акустики. И выбросив все это, они нарушили акустику нашего зрительного зала. Поэтому мы прекрасно знаем, что в театре, в зале, в Зрительном, в Большом, у нас есть, конечно, дыры звуковые, где просто пропадает звук. Ну вот это потому, что вот нарушена такая очень важная дисциплина, как акустика зрительного зала. Проходят годы, академический театр драмы только преображается. В прошлом году здесь обновили сцену и занавес. Поменяли напольное покрытие, дверные проемы на входе в зрительный зал, а также окна в колонном фойе на втором этаже. За эти годы, вот последние, удалось довольно немало сделать для того, чтобы зрителю было хорошо и самим цехам, которые работают в основном производстве. Мы заменили звуковое оборудование, световое дополнено было к тому, что уже существует. И вот прошлый и этот год, он, конечно, визуально картинку зрительской зоны сделал очень красивым. По гранту Всемирного банка для театра по индивидуальному заказу сшили занавес, а также всю одежду для сцены и зрительного зала. Однако важное событие для здания театра произошло в этом году. Не так давно театр драмы сбросил строительные леса, под которыми скрывался обновленный фасад. Все лето десятки рабочих трудились над его преображением. И вот, когда занавес таинственности пал, театр было не узнать. Он изменился в цвете. Все мы помним, что здание Мельпомены раньше было в розовых тонах, но теперь он бежевого цвета. Кроме того, была сделана подсветка. Она есть и повседневная, и праздничная. Цвет фасада здания выбирал на основе исторических документов комитет по охране памятников культурного наследия Тверской области. Сотрудники нашли в архивах документы и выяснили, что до разрушения здания театра было светлого цвета. Уже коллегиально комитет по охране памятников, строители принимали решение, на каком цвете остановился. Вот тот розовый, он тоже был в череде предложений. Но все же приняли решение, я считаю, выиграли, потому что здание помолодело. Оно стало совершенно другим. Ощущение какой-то, вот у меня лично от фасада, как будто это фарфоровая такая статуэточка, макет этого здания. Сейчас Тверской академический театр драмы готовится к премьерному показу музыкальной сказки «Каменный цветок» по произведениям Павла Бажова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!